Слава Украине! Приветствуем от Полонского. По помощи Соединенных Штатов Америки и Украине. Значит, речь шла о двух видах помощи. Одна, которая идет непосредственная помощь Украине военная. И она рассматривалась на следующий год в размере 37 с гаком миллиардов долларов. Вторая, это та, которая идет по линии американского же военного бюджета. Там 868, если я не ошибаюсь, миллионов долларов. Это разные бюджеты, разная помощь. Так вот, по поводу большей части, там где 37 миллиардов. Блумберг пишет, что сейчас в Конгрессе есть предложение, и оно всерьез рассматривается о том, что помощь на следующий год будет не 37 миллиардов долларов, а более 45 миллиардов долларов для Украины на защиту от российского вторжения. Таким образом, Украина получит намного больше денег. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Конгрессе и Сенате. Понятно, что там и сям есть трамписты, они могут что-то там, палки в колеса ставить. Но общее настроение таково, что вполне могут принять. Дело в том, что сейчас и в Конгрессе, и в Сенате большинство еще за демократами. Соответственно, если эта инициатива, она идет от демократов, будет рассмотрена вот прямо сейчас. То еще до вступления, скажем так, в должность нового состава Конгресса, потому что Сенат остался за демократами, Конгресс нет. Это нормальная ситуация в американском как бы обществе, когда Конгресс под одной партией, а Сенат под другой. Абсолютно нормальная демократическая ситуация. Но у нас мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Пока что и Сенат, и Конгресс за демократами. И все-таки есть очень большой и серьезный шанс на то, что вот эти 45 миллиардов будут нам выделены на следующий год. А уже что там будет на 2024 год, посмотрим. Скорее всего, в 2023, наверное, все-таки Путин стухнет и обделается. И, собственно говоря, вопрос закроется сам собой, потому что Россия начинает уже сыпаться. Но это уже вопрос совершенно другой. Так вот, еще один вопрос. Где делся Ленд-Лиз? Вот паникеры и крикуны и пищалки со всех сторон пищат, кричат и паникуют. Нет Ленд-Лиза. Я уже задолбался, честно говоря, про него рассказывать. Ленд-Лиз это не размер военной помощи. Ленд-Лиз это форма военной помощи. Вот нам выделено было на этот год, по-моему, там 20 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, плюс-минус, чуть больше 20 миллиардов. Мы их получили. Так вот, в какой форме мы их получили? Это второй вопрос. Если бы мы получили Ленд-Лиз, было бы хуже. Потому что Ленд-Лиз это аренда. И после аренды нужно вернуть имущество военное, которое нам дали. Или бы заплатить за него после окончания, после того, как закончатся боевые действия. Да, в этом случае за разбитое имущество платить не придется. Но вот за имущество, которое останется у ВСУ, скажем, те же Хамви, Патриоты может останутся, на Самсе останутся. Пришлось бы заплатить деньги после войны. Вы хотите этого? Я нет. Так вот, нам их сейчас передали, а не дали в Ленд-Лиз. Нам их подарили. Это разные вещи, надо понимать. Что же касается на следующий год, я вам скажу, что та же самая картина. Если это будет Ленд-Лиз, то есть аренда, то по окончанию... Размер помощи не уменьшится. Она будет, например, 45 миллиардов долларов. А вот форма передачи может измениться. Не дай бог, это будет Ленд-Лиз. Я не хочу, чтобы был Ленд-Лиз. Абсолютно не хочу. Потому что в этой ситуации нам придется по окончанию боевых действий либо вернуть все Соединенным Штатам Америки, либо заплатить за то имущество, которое целым остается в пользовании ВСУ. А если это будет просто передача имущества из рук в руки, как это сейчас есть, это подарок. Да, Америка может попросить после войны то или и другое имущество вернуть. Это нормально. Но платить за него не придется. Понимаете разницу? Вот и все. Поэтому те вот крикуны, которые кричат, где наш Ленд-Лиз, да нас обманули, да нас тут кинули, да нам тут тады-сюды. Вы сначала очухайтесь, поймите, о чем я тут речь, разберитесь, а потом пищите на весь земной шар. Лично я не хочу, чтобы был Ленд-Лиз. Я хочу, чтобы нам передавали помощь, так же передавали в этом году славу Украине. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.